Девушки отдыхают Развяжите ему руки Садык, Садык, есть новости от босса Отвечай же мне Клянусь, я убью тебя, если еще раз откроешь свой рот Понятно? Развяжите ему руки Джихан 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 Потерпи, сынок Я вытащу тебя отсюда Кто ты? Я послан из Турции Вставай Исра, иди сюда, куда ты идешь? Твой отец разозлится Я увижу Джихана, Макбубе Не иди за мной Что ты сделаешь, увидев Джихана дочкой, Сра? Стой Стой, говорю тебе, подожди Субтитры подогнал «Симон» Навстречу к отцу Я долго уже загостился у вас Принимать в гостях сына господина Мустафы честь для нас Вы не только приняли меня в свой дом Вы спасли меня жизнь Теперь не осталось сомнений в том, что они не оставили бы меня в живых Я всего лишь искатель Турецкое государство уже точно не оставило бы вас у них в руках К тому же, семья Адабилии очень ценна для государства И все же я обязан вам жизнью Пока я живу Если хоть когда-нибудь вы будете во мне нуждаться, только позвоните Даже если я буду истекать кровью Где бы я ни был Я приду к вам в то же мгновение Клянусь своей честью И даю вам слово чести Знайте об этом Знаю Знаю Турок, который дал слово чести, никогда не отвернется от него Съем тебя, съем Значит, здесь ты спряталась Ну, Махбубе Джихан сегодня уезжает И? Пусть уезжает А ты почему заладила Джихан да Джихан? Почему Джихан столь дорог для тебя? Когда-нибудь я выйду за него замуж ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать! Что сделали? Поговорили с журналистами? Они уберут новость? Да. Как хорошо. Тебе не нужно было ехать в такой доль, Джихан. Прямо перед свадьбой мы уладили бы все. Где халам? На стройплощадке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Джихан, послушай. Я помню тот день, когда ты впервые приехал сюда. Мы стали одной семьей, дружной семьей. Мы поверили тебе. Доверились. И доверили тебе эту стройплощадку. Ты узнал вещи, которых никто не знал и не должен был знать. Сейчас один вопрос. Узнав малейшую информацию, зная о последствиях, как и зачем ты встретился с теми журналистами? Они нашли меня, господин Джихан. Я клянусь вам, на протяжении всей жизни. Даже в мыслях у меня не было предавать вас и вашу семью. Клянусь. Каждый совершает ошибки, дорогой Джихан. Нашей семье... Я не думаю, что, зная о последствиях, он смог бы навредить нам. Прощать... Это признак величия. Предавший однажды предоснова. Зять. Это то, чем у меня научил мой отец. Тебя лучше знать, не так ли, дядя? Джихан. Будучи твоим дядей и тестем, думаю, у меня есть право на слово. Мы не можем быть так жестоким. Тем более в глазах работников это будет выглядеть несправедливо, не так ли? То, что ты мой дядя, это не значит, что ты можешь оспаривать мои решения. Это не то, что можно простить. Переубедить тех журналистов было очень тяжело. Если бы по поводу наших дел вышла хоть одна статья в газете, это стало бы концом всех нас. На острове Адабель. Плата за предательство. Пощады не будет. Господин Джихан, позвольте объяснить, пожалуйста. Мы очень бдительны к нашим людям, отец. У Джихана отныне никому не осталось милосердия. Даже к нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При чистке ювелирных украшений камень выпал. Я была очень внимательна, госпожа Мсаль. Отправьте ювелиру Фахри, пусть она сделает. И больше не позволяйте этой девушке убираться в моей комнате. В мою комнату только ты входи, Атош. Как прикажете, сестра? Ой, госпожа. Накройте на стол в саду, пока не стемнело, чтобы не упустить закат солнца. Господин Джихан еще не пришел, но... Жена господина Бакана очень любит розы. Только в их комнату поставим белые розы. Это будет приятным жестом. И не оставляй ни на кого готовку еды, Атош. Не получается так, как у тебя. Разве я могу оставить? Я во главе всего. Вы совсем не волнуйтесь. Бабушка! Девочка, ты что, из деревни без дверей? Постучи же в дверь. Не трогай ребенка, Атош. Моя малышка. Какой ты красивой стала. Очень красиво, не так ли? Очень. Я буду принцессой свадьбы. Ты и так принцесса. Моя благородная внучка. Подожди. Пусть бережет тебя от всего плохого. От сглаза. Да что мне сделает маленький кулон? Ты же есть. Ты меня защитишь. А если ты не защитишь, то дядя Джихан будет оберегать тетя Джавидан. Входи. Мама, Эмсаль. Я услышала от папы. Мы собираемся прославиться не свадьбой, а делами в доме перед журналистами. Звоню Джихану не отвечать, что происходит. А если в этом доме каждый займется своими делами, то будет намного легче. Я же не вмешиваюсь в дела дома. Я просто поинтересовалась мужем. Он еще не твой муж. Через два дня будет. К тому же журналисты не та тема, которую ты можешь решить. Твой папа, как всегда, дал тебе необоснованную информацию. Да и что ты будешь делать, узнав детали? Я переживаю, чтобы ничего не могло испортить нашу свадьбу. В этом доме переживать мое дело, госпожа невестка. Ты займись подготовкой к свадьбе. Тебя ждут в твоей комнате, например, куплатья. А потом спустись на ужин, будем кушать в саду, на закате. Что случилось, Рижеран? Невестка, смотрю, не поранилась ли. Какое ранение? Только что бабушка же выстрелила в тебя своими глазами. Смотрю, есть ли повреждения. Я не буду сейчас возиться с твоими детскими шутками. Хладнокровная. И пошутить нельзя. Чтоб не сглазить. Вылилась из кастрюли. Да и что, если вылилась? Настолько людей, ни тесто не успеет, ни долма. Госпожа Мсаль могла бы мультиварку подготовить. Клянусь, ног и рук не чувствую. И таблеток не осталось сестра. Сожалею, Дильбер. Здесь есть шустрый Атош. Да и что мультиварка понимает в готовке? Правда, сестра, фирма еды не понимает ничего в готовке. Девочка изобретательна с ней в готовке. Самый главный вкус... А вкус на пальцах Атош. Хорошо. Тогда я всю еду оставлю на тебя. А ты своими волшебными пальцами всё по одному заполнишь. Что скажешь, шустрый Атош? Да, брось. И так делаешь не хотя. Твоя еда бывает вонючей. Будешь готовить, как я. С любовью, чтобы было вкусно. Девочка, не будем много смеяться. А то с нами случится что-то плохое. Не глупи, Дильбер. Разве от смеха с человеком может случиться что-то плохое? Не знаю. Например, столько готовится, готовится. И так посмотришь, а свадьба отменяется. Да убережёт Бог, что за слова такие. На ум пришло. На какой мы стадии Атош? Слава Богу, нет никаких недостатков, госпожа Мсаль. А мясо завтра днём приедет. А я подготовила заготовки к еде, салатом. Все работают без остановки. Отлично. Лёгкая работа. Спасибо. Я готовлю подарки для наших гостей, госпожа Мсаль. Шитые нами мешочки очень красивые. Посмотрите. Она вышла из кухни, полное величие и благородство. А я не буду. Это придаёт веса. Ну, сестра. Пусть все смотрят за делом. Давайте, работайте. Пожалуйста, чтобы не было недостатков. Столы поставим сюда. Сейчас ты на сцене главная, но мы ещё посмотрим, госпожа Мсаль. Цветы пусть будут тут, посередине. Добро пожаловать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я ждала тебя. Надень на себя что-нибудь. Ты не знаешь, что тебе нельзя заходить в эту комнату без разрешения? Знаю. Но заходить в эту комнату – и моё право, Джихан. И ты это знаешь. Настолько трудно полюбить меня. Ради тебя я согласилась быть любовницей семьи Ада Бейли. Я родила тебе одного сына. Годами, молча, терпели вожду ЗАГСа. Годами, молча, терпели вожду ЗАГСа. Я помню, что я предупреждала тебя, чтобы ты не входила в эту комнату. У кого ты просила разрешения, когда вошла? Через два дня мы женимся с Джиханом. Ты ещё ребёнок, Есимин. А если не дождёшься подходящего времени, вот так разочаруешься в жизни. Я говорила тебе быть терпеливой. Владеть таким мужчиной, как Джихан, нелегко. Пусть свадьба будет. И придут дни, когда ты будешь входить в эту комнату. Дай бог, как в прошлый раз, вы не заставите меня разочароваться в жизни. Мама Имсаль. Этот брак моё право. Джихан моё право. И то, что мне принадлежит по праву, я никому не оставлю. Джихан, душа моя. Мамочка. Не хочется спать, не так ли? Как ты поняла? Я пойму. Потому что мамы всегда понимают состояние своих детей. Я тебя здесь вырастила. Когда ты болел, падал, где-то кровоточила. Моя душа сгорала. Говорят, мама не разделяет своих детей, но я больше всех тебя любила. Ты являешься всем для меня. Всех этих людей, нашей семьи. Заботящийся о нас. Готовый отдать жизнь за нас. Чтобы помочь тысячам людей с хлебом. Нужно, чтобы продолжалась наша семья. Наша фамилия Дабейли. Я в курсе всей ответственности, что лежит на мне, мама. Я знаю, что ты не влюблен в Есимин. А если скажешь, что не захочешь, я ничего не скажу, как и не говорила до этого. Здесь будет так, как ты скажешь. Будет то, что ты скажешь. Твоей маме достаточно одного слова, одного твоего взгляда. Мамочка, ты знаешь. До этого дня я действовал не чувствами, а разумом. Потому что чувства делают человека слабым. Путают мысли. И этому научила меня ты. Не так ли? Не переживай. Эта свадьба будет. Я желаю, чтобы у тебя был очень счастливый, здоровый сын. В этой жизни у меня остался только ты. Если не будет тебя, то и нас не будет. Мы пришли. Мамочка, добро пожаловать. Как ты? Хорошо. Добро пожаловать, тетя. Спасибо. Госпожа, вы, как всегда, прекрасно выглядите. Спасибо, зять. Ты тоже, как всегда, красиво выглядишь. Спасибо, мама. Где жених? Работает. Не поднимает головы, много работы. Я пойду к Джихану. Оставлю дам наедине. Увидимся. Сад выглядит прекрасно. Да? А то же старается. Скажу ему, что принес вам кофе. Посмотрю, что приготовили на этот раз. Спасибо. Давай посмотрим. Ты тут. Завтра важный день. В саду все готово. Ты волнуешься? Я вчера, можно сказать, не спала. И еще сегодня ты вообще не уснешь. Смотри, глаза опухнут. Не опухнут. Я так долго ждала этот день. Только ты? Мой отец тоже ждал этого дня. Он несколько лет ждал этого момента. У него украли то, что принадлежало ему. Но сейчас, благодаря нам, он станет настоящим Адабели. Меня не интересует выгода отца, брат. Может, и женился на Джавидан, чтобы стать Адабели. Но я очень сильно люблю Джихана. К тому же очень. Чего я только не пережила. Что только не сделала, чтобы стать его женой. Ты с детства любила переступать границы. Всегда. Иногда нужно чем-то жертвовать, брат. Я много чем пожертвовала, чтобы стать Адабели. Но знаешь, я ни один день не пожалела. Ни один. В итоге я стану женой Джихана. Госпожа Адабели. Госпожа Адабели. Зачем нужна была такая свадьба? Будто Джихан первый раз женится. И хотела сказать, не настоящая свадьба. Чувств между ними нет. В нашей жизни чувствам нет места. Никогда не было. Моя умершая мать из-за этого страдала. Когда я буду здесь главной, то все будет иначе. Ты многое изменишь. Я бы попутешествовала. Купила бы дом за границей. Учиться в университете в Стамбуле. Посмотрите на нее. Что еще?